Сергея Яковлева с детства привлекали корабли и водные стихия. Мальчиком он всё время мастерил парусный транспорт из различных материалов. Часто маленький Сергей проводил время на берегу реки и смотрел на речные корабли. И мечтал, что однажды и он пойдёт по воде на своём судне. После 10-го класса Сергей Михайлович поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова. После пяти лет учёбы на Дальнем Востоке для дальнейшего прохождения военной службы его направили на Северный флот. Во время учёбы моряк участвовал в военном походе в Индию, прошёл Тихий, Индийский и Атлантические океаны. Был участником трёх боевых походов в Средиземное море, в том числе два похода без плытия. То есть, как мы погрузились на Северном флоте, ушли в Средиземное море, то есть через Атлантику в Средиземное море. Вошли там месяц, погоняли американцев, потом вернулись назад. И только на Севере опять всплыли. Виктор Фёдорович Ваняев 40 лет прожил на Севере. 10 лет был старпомом. Остальные 30 занимал должность капитана. Закончил речное Горьковское училище. Ходил по Волге от Москвы до Астрахани. Потом мужчину призвали на Северный флот. Там он служил на атомной подводной лодке «Азухе». Потом при колошении к командованию получали новые пароходики. Я ходил в командировку, пригонял эти новые пароходы в Гаджи, в эту базу. И потом на разных судах работал уже вольнонаемный. Участвовал в спасении, подъеме. Вы слышали, наверное, Курск погиб. 118 ребят молодых погибло. Матрос Геннадий Николаевич Бычков – военный водитель. На Северный флот мужчина попал, когда его призвали на военную службу. За это время Геннадий Бычков проехал практически всю территорию Кольского полуострова. Из окна машины он увидел много нового. Посещал базы подводных лодок, катеров, аэродромов. В группе обеспечения Геннадию Бычкову довелось возить начальника связи ВМФ контр-адмирала Крылова. Они приехали в то время, когда у нас там случился форс-мажор. Метель сильная. Когда мы с аэропорта до Североморска добирались, ну, в нулевой видимости практически. Там видимость была где-то в пределах пяти метров. Но мы доехали. Сейчас мужчины – члены городской организации ветеранов ВМФ. Организация появилась в Сарове в 2004 году. А в 2011 силами членов и друзей организации открылся уникальный для нашего города музей военно-морской славы. Это место – живое продолжение морской мечты тех, кто когда-то предпочел зыбкие, бушующие волны, спокойной и твердой земле. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.